Всем привет, друзья! Подписчик этого канала с ником Паджоксараев скрафтил 100 омлетов Адского Пламени. За раз я записал всю эту статистику по моей просьбе и получил здорово и странно, что мы раньше этого на этом канале никогда не делали. И в общем, мы сейчас с вами каратенечко поговорим о том, какие пассивки, какие аффиксы ролятся на омлетах Адского Пламени, и ответим на самый главный вопрос. Одинаков ли шанс для всех пассивок и для всех аффиксов появления на омлетах Адского Пламени? То есть, есть ли такое, что какие-то пассивки появляются чаще, какие-то реже? Почему вообще этот вопрос существует? Потому что мы, если с вами крафтим амолиты Адского Пламени порциями по 10, по 20 штук, по 50 некоторые, редко все-таки по 100, редко по 200 или по 1000, мы можем любые удивительные совпадения скидывать просто на случайность, на рандом, на то, что... А вот если бы мы 100 миллионов амолитов Адского Пламени скрафтили, то тогда бы все пассивки были бы равномерно. А мы их скрафтили там всего лишь 10, и поэтому там вот эти пассивки, там три раза одна и та же пассивка прокнулась, а вот эта пассивка, которая была нуждой, не прокнулась ни разу. И мы сейчас попытаемся на более релевантной выборке, на выборке из 100 амолетов, понять все-таки, есть ли в амолетах Адского Пламени место неравенству среди аффиксов. И да, судя по всему, есть. Некоторые пассивки явно прокаются чаще, чем другие. Скажем, мы на примере монаха скрафтили 100 амолетов Адского Пламени и записали, какие пассивки прокались, какие не прокались. То есть 10 раз прокнулось познание смерти, 10 раз прокнулся перехват инициативы, и всего лишь один раз прокнулась твердая воля. То есть разница в 10 раз это сложность писать на случайность, сложность писать на статистическую погрешность, даже учитывая, что выборка наша состоит из всего лишь 100 амолетов, а не, скажем, 500 или не 1000. Даже такая небольшая выборка, мне кажется, не может так сильно ошибаться. Ну, крайне маловероятно, что она так сильно ошибается, что дает погрешность в 10 раз. Все-таки 100 амолетов это достаточно, ну, более или менее точно. У нас из 100 амолетов Адского Пламени 8 оказались древними. Согласно древнему поверью, которая бытует на форумах и подтверждается практикой, каждый десятый амулет, вообще каждый десятый предмет, где бы он не добывался, оказывается древним. То есть вероятность появления древнего предмета из любого источника 10%. То есть сферическая статистика в вакууме должна давать на каждые 100 амолетов 10 древних, на каждые 1000 амолетов 100 древних. У нас на 100 амолетов 8 древних. То есть это исследование попало почти что в точку в том вопросе, который мы знаем и так. Вместо 10 у нас получилось 8, это довольно близко к реальности. То есть погрешность существует, но она не критическая. Итак, да, есть редкие пассивки, судя по всему, а есть частые пассивки. То есть если, условно говоря, мы пытаемся посчитать, сколько амолетов нам нужно скрафтить, чтобы получить амолет с нужной нам пассивкой, и мы знаем, что у нас, например, есть 19 пассивок в нашем персонаже, то мы предполагаем, что все пассивки появляются равномерно, и, следовательно, у нас шанс получить нужную пассивку 1 к 19. Это, друзья, не так. То есть если у вас редкая пассивка, то шанс гораздо ниже, чем 1 к 19. Если у вас часто, то выше. А теперь следующий вопрос. Касается ли это логика еще и синих аффиксов, обычных параметров? То есть с пассивками разобрались. Пассивки неравномерно прокаются, какие-то чаще, какие-то реже. Что касается обычных аффиксов, скажем, что чаще прокается, КУ или КШ? Шансы критического удара или размер критического урона? Согласно нашему маленькому, такому поверхностному исследованию из 100 амулетов, Среди аффиксов тоже нет равномерности, тоже нет равноправия. Ну, понятно, мейнстат, он прокается со 100% вероятностью, Мы у ювелира выбираем, какой мейнстат хотим получить, И получаем его всегда. Тот, который выбрали, мы и получим. В монахе это будет ловкость. Мейнстат откладываем, его не считаем. Кроме мейнстата, что прокается чаще всего? Ну, естественно, живучесть. Уже хотя бы из одной только живучести мы можем с уверенностью утверждать, Что не все параметры прокаются равномерно. Живучесть прокается явно чаще всех остальных. У нее больше вес, чем у прочих параметров. Уже просто из нее понятно, что равноправия нет. Если вместе с мейнстатом еще и живучесть отсечь, Что показывает статистика? Статистика показывает, что, опять же, и в этом случае равноправия не остается. Скажем, на примере 100 амулетов адского пламени Размер критического урона прокался в 2 раза чаще, чем вероятность критического удара. 12 амулетов прогнулись с КУ и только 6 с КШ, Что, опять же, довольно сложно было бы списать на статистическую погрешность, Даже учитывая ограниченность нашей выборки. Скажем, молния и силы света в 3 раза чаще прокались, чем огонь. Огонь. С огнем получилось только 4 амулета адского пламени, А с молнией и с силами света по 13 с каждой стихией. То есть, понятно, что система как будто бы подбирает нам стихию, Которая нам нужна с наибольшей степенью вероятности, Или наоборот. Или подбирает стихию, которая нам больше всего нужна, И реже всего нам ее дает, в зависимости от того, Какова здесь была мотивация Близзард. Они хотели упростить нам жизнь или усложнить. Я думаю, что где-то упростить, а где-то усложнить. Со стихией, мне кажется, хотели упростить, С КУ и КШ хотели усложнить. При этом размер критического урона срабатывает довольно-таки часто. 12 случаев и 100, это очень хороший результат. 12% в 12% амулетов адского пламени есть КУ. Это неплохо. Но тут надо помнить, что разброс КУ очень большой, Там от 50 с чем от 51, что для процентов вплоть до 100. То есть, нам недостаточно того, чтобы просто прокнул КУ. Нужно, чтобы он еще и прокнул в верхней половине диапазона. Что фактически шанс выпадения нормального КУ, Ну, можно сказать, там, оплавинивый. То есть, если нам выпал КУ, То с 50% вероятностью он будет находиться в первой половине. То есть, тяготеть к 50, нежели к 100. Поэтому, и я думаю, шанс выпадения этого параметра тоже выше, Чем, скажем, у КШ, у которого диапазон гораздо ниже. Гораздо уже от 8,5 до 10%. То есть, какой бы КШ нам не выпал, скорее всего, он нас устроит. Поэтому шанс выпадения КШ Близзарды сделали маленьким. Но шанс выпадения КУ, критического урона, они сделали большим, Потому что нам нужно его часто будет выроливать, Для того, чтобы добиться того, чтобы он был на нормальном уровне. То есть, вдвое высшие шансы КУ, Учитывая необходимость того, чтобы КУ был еще нормальный, Фактически уравнивает КУ и КШ в плане вероятности того, Удовлетворят ли они игрока или нет. По крайней мере, такое обоснование я вижу к тому, Чтобы эти два одинаково, ну, почти одинаково нужных аффикса Были так разбалансированы. Чтобы их, с позволения сказать, дропрейты так сильно отличались. Вот, друзья, что я имею вам сегодня сказать. Хотел с вами поделиться этим маленьким наблюдением. Понятно, что подобные эксперименты могли проводиться и раньше, И наверняка проводились, и каждый делал свои выводы. И вообще, для того, чтобы все, что я сказал, было достоверно, Необходимо еще несколько раз этот эксперимент было бы повторить. И не на 100 омлетах, а там, хотя бы на 500, Или там на 1000, это вообще было бы идеально. Но у нас таких технических возможностей нет. Мало кто согласится фармить не 100, а 1000 омлетов адского племени, Только для того, чтобы подтвердить статистику. Если, друзья, среди вас есть добровольцы, пожалуйста, Буду рад рассказать и о ваших экспериментах всем на канале. Но я думаю, что мы пока что на 100 омлетах адского племени остановимся. Надеюсь, вам было, друзья, полезно и интересно. Почитать, вернее, посмотреть полностью всю эту таблицу. Можно на ряд.ру. Там все текстовые варианты выкладываются, Того, что я вам на канале рассказываю. Потому что вы мне довольно часто пеняете на то, Что я, мол, на ряд выкладываю, а на канале только огрызки даю. Это не так, друзья. На канале все-таки информация выходит максимально полная. И никогда не ограниченная в сравнении с рядом. Но дело в том, что не все легко говорить и слушать. Некоторые вещи, как то статистическая информация, Например, куча цифр, куча описаний, куча перечислений, Их говорить, и мне говорить, а вам слушать, у меня язык отвалится, а у вас уши завянут. Все-таки надо признать, что некоторую информацию гораздо проще читать и писать. Таблицы по видео рассказывать, это какое-то сумасшествие. Поэтому таблицы в первую очередь появляются на ряде. Не потому что я зрителей ценю меньше, чем читателей, А потому что все-таки что-то лучше читать, чем слушать. Вот, друзья, попытался я немножечко оправдаться перед теми из вас, Кто считает, что я слишком мало внимания уделяю в последнее время каналу. Вместо него занимаюсь Ариатом. Это не так. Ариат не в ущерб каналу. Все. Большое спасибо, до скорых встреч, удачи в игре. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, Пожалуйста, лайкайте их, комментируйте. Может, вы даже захотите поддержать проект материально. Я, в свою очередь, приложу все усилия, Чтобы видео выходили как можно чаще и были как можно более интересными. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!